друзья всем привет сегодня будет необычный формат видео поговорим о GoPro камера GoPro ну и хотелось бы сразу начать с того что когда вы купили себе камеру в первую очередь вы обязательно должны ее проверить купили камеру вы сразу первое первое что вы делаете вы открываете достаете аккумулятор и вот здесь будет серийный номер я показываю сейчас на примере GoPro Hero 4 Silver Edition так как снимаю я на семерку сейчас в данный момент и что мы делаем мы заходим в браузер набираем просто набираем GoPro.ru это официальный официальный магазин GoPro где можно проверить непосредственно эту камеру что дальше значит здесь есть вкладка проверить камеру вы нажимаете сюда и здесь будет пример ввода да то есть первое будет это цифра C здесь вы вводите но я так как уже вводил семерку и четверку так значит смотрим 313 c c 313 112 511 85 84 проверяем сейчас он проверяет серийный номер и что мы видим значит он пишет сожалею но такого номера нет это возможно по двум причинам вы приобрели камеру GoPro в магазине бла-бла-бла камера сертифицировала для России гарантийные обязательства выполняет компания продавец вторая причина вы приобрели камеру предназначенную для продажи в другой стране и везенную в России с нарушением таможенного законодательства как правило чаще всего так происходит если вы покупаете на юле там или еще где-то это означает что на территории России к этой камере не применимы гарантийные обязательства на замене в случае поломки или обнаружения дефектов почему начинают глючить камеры почему какие-то баги с прошивкой сейчас все уже решили ноября месяца новая прошивка 1.90 она уже с исправленными багами со всем остальным но помимо всего прочего многие GoPro камеры они раньше были у них такие баги как просто зависала например и ты ничего не мог сделать да потом камера могла просто сама отключиться то есть ты снимаешь снимаешь аккумулятор был полным раз и отключилась непонятно почему вот особенно на морозе или еще где-то здесь есть еще одна причина то есть это уже вторая причина почему такое может быть проект почему такое происходит да сейчас мы поговорим во втором моменте второй момент это это карты памяти значит давно уже пользуюсь у меня была тройка четверка пятеркой пользовался но моя была но и шестеркой сейчас мне 47 gopro вот и пользовался юзов разные карты памяти начинал я с sony 32 гигабайта работал она неплохо но допустим 4к она очень видимо все таки это старая технология может быть sony сейчас делает лучше но сомневаюсь что они лучше делают чем другие официальный сайт gopro да везде они всегда я не знаю почему с чем это связано может быть контракт они именно рекомендуют sandisk данный момент у меня sandisk ultra на 32 гигабайта класс 10 но смысл в чем смысл в том что sandisk в отличие от самсунга его я для него и для себя открыл уже год наверное я пользуюсь я понял еще одну причину потому что четверка у меня часто зависала и из-за этого у меня были проблемы то есть у меня допустим я ставил камеру например снимать таймлапс и потом в итоге я обнаружил что вообще ничего не записалось либо там был сбой либо она не до конца написалось очень глюки происходили как я еще убедился особенно если эта камера везена была с нарушением таможена всяческих вот этих вещей то соответственно получается что gopro еще помимо всего прочего что она немножко скажем так неофициально где-то вы купили так вы еще берете какую-то карту памяти которая и без того не очень работает да и все все баги все все баги у меня как я потом выяснил сейчас четверка у меня нет вообще никаких проблем потому что сейчас и что в 4 gopro что в 7 gopro я использую samsung evo plus evo plus это очень хорошие карты не себя зарекомендовали сам я уже проверю это не реклама мне и за это никто не платят к сожалению было бы неплохо вот но сравнивая пользование за год самсунгом и сандиском хоть это и ультра но все же я хочу сказать что я понял что все-таки samsung более адаптирована и более ну как по мне так они лучше всего снимает и большие объемы берут хорошо допустим какие-то в 4k таймлапсы там или просто какие-то видео долгие они хорошо снимает без каких-либо багов без каких-то еще каких-то там зависаний прочего то есть я рекомендую уже то есть проверено что samsung evo plus именно его плюс там есть другие самсунги но вот эти сейчас они вышли на новом уровне и делают хорошие micro sd карты поэтому я рекомендую хотя сам диск тоже неплохая карта хоть и но вот просто есть чем сравнить пользовался у меня и сам диск был и на семерке тоже я пользовался и на четверке потом я перешел попробовал буквально по поводу всяческих обозначений здесь класса и всего остального есть много информации в интернете это очень долго и сейчас мы не будем об этом говорить но в целом что хотел я рассказать это то что если у вас есть какие-то баги в первую очередь обратите внимание на серийный номер второй момент посмотрите карту памяти есть еще один момент нюанс то что карты памяти имеют такое свойство размагничество весь вот сам диск они размагничиваются да и потом они начинают просто тупить и глючить и камеры там не работать и так далее поэтому я рекомендую все таки периодически следить за картой памяти смотреть как они работают и так далее ну какие стоит покупать девайсы на какие-то дополнительные дополнительные аксессуары допустим для gopro вот сейчас мы об этом как раз поговорим смотрите все очень просто если вы покупаете то есть можно в dns и есть очень дешевый набор дешевых разных креплений для gopro то есть например не стоит брать какой-то оригинал допустим есть вот оригинал поплавок это поплавок для камеры то что когда вы снимаете что-то на воде чтобы она не утонул то есть оригинал не оригинал то есть трудно туда понять где оригинал по сути функция здесь неважно платите вы допустим полторы тысячи рублей там да допустим или вы купили за 400 рублей вот здесь в данный момент это неважно мы можем этот момент вообще даже не рассматривать дальше соответственно разные переходники вот допустим винты и все остальное да вот вот эти вот все наборы они достаточно дешевые то есть их можно тоже заказывать в гнессе они стоят на самом деле тоже копейки вот с этим все понятно вот это по поводу площадки gopro смотрите площадку gopro если у вас нету оригинальной и допустим и вы ее используете опять же в данном случае как я ее использую я прыгаю с парашютом там или еще где-то или мы сплавляемся есть вероятность какого-то воздействия внешнего да и так далее можно потерять или уронить или еще что-то то площадку для gopro не покупайте китайскую был опыт я имел опыт я уже по-моему выкинул я просто поставил китайскую площадку но стоит как бы тоже это все было в наборе да ну она как бы держит да все да но есть такой момент что у них очень слабые вот эти вот места у них вот эти места очень слабые и то есть если здесь пластик он уже проверенные уже годами ему ничего не будет то на китайском вот эти штуки вот здесь просто ломаются и то есть по сути вы можете опять же где вы будете использовать вы можете потерять камеру у меня было это с мотоциклом я оставил крепление площадку на мотоцикл на крыло чтобы снять это сверху колесо да и просто попал камешек небольшой камешек у меня здесь треснуло треснуло и соответственно благо камера была в боксе если ничего не случилось я не потерял это это тут конечно хорошо дальше по по боксам это очень важная тема я считаю очень важная тема вот это бокс в данный момент это не оригинал этот бокс стоит 500 рублей на алиэкспрессии кто-то заказывает в днессе есть это этот просто аналог вот этот корпус если вы используете по назначению как экшн камеру да то приготовьтесь того что она у вас сломается причем в данный момент у меня сломалась она вообще в бассейне мы просто сыном плавали в бассейне и она просто я даже не знаю насколько как так получилось сильного такого жесткого удара не было но тем не менее крепление сломалось если бы это произошло в воздухе например то я бы ее потерял и навряд ли бы нашел бы вот хотя один раз я потерял камеру вместе с шлемом у меня есть видео об этом если интересно можете посмотреть и нашел кстати очень долго но я нашел вот так вот что я хотел бы сказать не покупайте не оригинальные боксы это мне для меня это было уже вторым уроком я понял что никогда я уже больше не буду покупать и я понимаю что бог стоит разница там в 2000 ну как бы да это кому-то ну лучше подкопить если ну как бы денег нету да и купить оригинальный бокс потому что вы потом вы сами понимаете что камера у вас стоит ну вот допустим семерка я не знаю сколько сейчас она стоит об 30 условно тысяч да там 35 она то стоила вы просто сэкономили на боксе купили его за 400 рублей на лишки там например да или за 500 в какой-то момент вы у вас ломается вот это крепление причем незначительно от незначительного удара и вы теряете просто камер единственное что я взял вот от старый вот от старого бокса которого мне сломался я взял вот это крепление потому что она идеально сбалансирована и она идеально закрывал закрывает вот то есть у меня есть старая я его снял потому что он до конца не закрывал опять же еще нужно понимать что если вы берете не оригинальный бокс да если вы будете погружаться допустим если вы ныряете с аквалангом то есть вероятность того что вот это вот хлипкое крепление она вас подведет и камеру затопит то есть сама по себе допустим семерка она может выдержать но допустим что касается третьих и четвертых серий gopro то если туда попала вода все вы выкидываете то есть там получается короткое замыкание и вы по сути дела выкидывайте камеру просто то есть вы теряете то есть как говорится скупой плате дважды поэтому я рекомендую настоятель рекомендую не покупать не оригинала именно боксы и площадки то есть обязательно покупайте площадка должна быть у вас оригинальная и бокс соответственно тоже должен быть оригинальный по поводу аккумулятор все очень просто есть аналоги китайские корейские есть аналоги и довольно таки неплохие аналоги то есть уже они также имеют вот такой значок rst российский сертифицированный товар да то есть они держат нормальное напряжение и в принципе не обязательно брать оригинальный аккумулятор для gopro да можно купить не оригинальный вот в этом случае как бы вы можете сэкономить вот так же я еще рекомендую взять зарядное устройство для двух аккумуляторов и обязательно купить если вы постоянно снимаете то купить себе дополнительный 2 аккумулятор следующий момент о чем хотел поговорить еще по поводу съемки если вы снимаете тревел влог например да я зачастую наблюдал такую картину особенно касается третьих четвертых серий gopro то что когда человек держит камеру перед собой да допустим то есть он берет так сейчас я объясню то есть к примеру человек берет просто вот gopro да допустим она у него пусть даже будет в боксе стенки также здесь меняется но это понятно человек снимает себя вот так то есть он снимает себя вот тогда и в результате того что во первых он закрывает если это не корпус он закрывает какие-то микрофоны звук будет ужасный боксе вообще не рекомендуют в таком особенно снимать какой-то блок если вы что-то хотите рассказать да например и соответственно я рекомендую все же все же я рекомендую брать какие-то моноподики маленькие небольшие там сейчас их целая куча это очень удобно у вас не будет такой сильной тряски да то есть чем у вас более тяжелые моноподика допустим у меня достаточно он тяжелый специальный отсек для пульта для gopro пульт от gopro подходит на все камеры абсолютно но я не увидел смысла в этом пульте да почему потому что во первых постоянно разряжается камера то вас включена вай фай энергопотребление вашей камеры сразу усиливается и у тебя есть свободное место включить на руке на этот нажать на пульт то я считаю также можно включить камеру то есть поэтому я считаю что этот пульт какие-то наверное выполняет но не супер задача но где-то в каких-то моментах наверное это удобно если допустим нужно на каком-то расстоянии включать и ты не можешь подойти включить камеру тогда да но по сути дела почти 5000 рублей это стоит этот пульт ну как бы я не вижу в этом смысла следующее о чем я хотел поговорить это о настройках камеры но него мне про все настройки мы сегодня будем говорить да а поговорим а я считаю что важны настройки сейчас объясню почему значит у вас есть два режима здесь да пал и нтс и пал 25 герц частота нтс и 30 герц когда вы переключаете на нтс и это режим для сша японии и некоторых азиатских стран то когда вы снимаете допустим в помещении да у вас появляется такое мерцание такой строп то есть чтобы этого не было да вы просто меняете вы там буквально это очень быстро все делается вот и выбираете здесь нтс и если мы сейчас по умолчанию на всех gopro практически на всех у них стоит режим ntsc вы переключили на этот режим по умолчанию когда вы снимаете допустим потолок то есть вы видите что появляется такой строп очень неприятный строп ну как бы вообще и он не нужен то есть поэтому я рекомендую но это не только я рекомендую да но и то есть я делюсь как бы с этой этой информации чтобы такого не было много смотрю видосов где люди с ним заходят в помещение с улицы заходят в помещение и начинается вот этот строп но неприятно смотреть на самом деле поэтому переключайте обязательно на этот режим вот и будет вам счастье но что касаемо по поводу этого режима есть еще один такой нюанс когда вы снимаете но опять это касается например gopro 7 и выше когда вы снимаете например что-то на природе и вам нужно сделать качественное слово флошин да то здесь в данный момент на вы наоборот может для того чтобы повысить частоту кадров потому что здесь у нас будет 50 100 и соответственно на 200 а если мы переключим на тот режим на ntsc то у нас получится частота кадров значит 30 60 120 и 240 то есть вы можете снимать слома в 240 кадров в секунду это на самом деле очень круто тем режим проект режим просто нужно забывать иногда кто-то забывает и мы видим постоянно вот такой вот строп строп этот флик как бы неприятный который вообще абсолютно и многие снимают даже не понимают что это неприятно смотреть допустим ну или не знают как это убрать с чего с этим делать так далее поэтому вот такой вам лайфхак ловите не благодарите как говорится да вот еще по поводу разных девайсов и всего остального вот площадка про которой я говорю это 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 не оригинальная площадка это китайская вот еще один нюанс то что все ну то есть размер площадки у нас только все эти углы они настолько то есть вы можете вставить ну потом еще какая проблема не оригинальных вот таких площадок что чтобы ее поставить да да вы ее поставили вытащить ее то есть на самом деле ну это тоже неудобно опять же она ломается вот в этих местах вот 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 она оригинальная площадка gopro да вот мы ставим она у нас стало все хорошо так и соответственно она спокойно вытаскивается в отличие от не оригинальной площадке поэтому ну делайте выводы но еще хотел бы подчеркнуть еще один момент смотрите gopro сейчас новая то есть старого у меня был микро usb то новый сейчас идет разъем type-c и ни в коем случае не заряжайте не оригинальным проводом то есть если вы возьмете какой-то другой провод будете заряжать еще и от какого-то блока то можете со временем попрощаться со своим аккумулятором gopro потому что они очень литиевые аккумуляторы они очень чувствительны к разному то есть подведем итоги что касается допов на gopro значит площадка единственное что из оригинала вам нужно будет да вам нужно будет брать площадку оригинальную бокс обязательно оригинальный и соответственно кабель тоже оригинале тем самым вы продлеваете жизнь своей камере и же по картам памяти я уже сказал берите samsung его плюс это хорошие проверенные уже которые которых уже можно сказать что они действительно работают и работают без косяков без каких-либо багов поэтому всем желаю хороших качественных съемок поэтому чтобы поэтому поэтому я считаю что поэтому друзья поэтому я предлагаю чего я предлагаю не покупать больше быть говно вот этого китайская 400 рублей ладно за 500 друзья ну если вам зашло обязательно подписывайтесь на мой канал комментируйте проявляйте активность на моем канале так как youtube будет продвигать мой канал так тогда когда будет просмотры когда будет какая-то активность на канале поэтому я все буду каждому благодарен за подписку за комментарии и так далее всем добра и позитива